Девушки отдыхают Александра Трусова – героиня эксклюзивного документального проекта «Намач ТВ». Александра не особенно любит давать интервью. Категорически не любит, когда вокруг нее суетятся съемочные группы. Для нас сделала исключение. Посмотрев наш фильм, вы поймете, что это за девчонка и почему Александра именно сейчас решилась принять такое важное для своей карьеры решение. Четверные прыжки – это действительно очень ярко. Это действительно человечек маленький, который просто влетел ракетой в спорт и показал то, что до нее не показывал никто. Да, ее так и называют в мире фигурного катания. Русская ракета Александра Трусова. Когда я впервые услышала эту новость, первые мои мысли были, что вау. Для меня это был, да, действительно шок. Это был прорыв, это была сенсация. Действительно мировая сенсация. Это очень круто. Это просто очень здорово. И Саше огромное спасибо, что она действительно толкнула фигурное, женское фигурное катание. Тот день раз и навсегда перевернул историю мирового фигурного катания. А дальше больше. К концу 19-го года Трусова освоила и чисто приземлила на соревнованиях. Уже четыре разных четверных. Ей принадлежит фантастический мировой рекорд по сумме баллов в произвольной программе. То, что еще вчера казалось нереальным, Саша делает очень легко. Со стороны это выглядит даже как-то обыденно. И в этом вся Александра. То, что для других цель всей жизни, для нее очередной и далеко не самый главный рубеж. Первый, конечно, я когда прыгнула, это прям было очень, я очень была рада, что вот я такое сделала. Ну, а следующий уже были как бы еще один, еще один, еще один. Легче. С весны 2016-го Трусова каталась в группе Этери Тутберидзе. Но в мае, 6 мая 2020-го, так же спокойно, как она лупит свои четверные, без нервов и лишних эмоций, Александра от своего теперь уже бывшего наставника ушла. Ну, да. Я считаю, что это нормально тренироваться у разных тренеров. Вот как начиналась ее новая спортивная жизнь. 4 июня. Трусова приехала на сборы в Кисловодск и первые дни, пока ждала анализ на коронавирус. Открывать двери номера могла только, чтобы забрать поднос с едой. Уважаемые гости, после окончания приема пищи оставляйте посуду и столовые приборы на стуле. Лето 2020-го. Реалия карантинного большого спорта. База полностью изолирована от внешнего мира, но все, кто там находится, обязаны дважды в день измерять температуру. А это одно из первых занятий на льду. И рядом с Трусовой Сергей Розанов, с которым она несколько лет работала у Тутберидзе, и новый главный тренер Евгений Плющенко. Трусова – это большая ответственность. В то же время это большой кайф. Это даже, можно сказать, большой подарок. Большой подарок. Очень интересно двигаться с Сашей, но очень много нужно работать. К сборам в Кисловодске по ходу нашего фильма мы еще, конечно, вернемся. Будущая чемпионка родилась в Тихой провинциальной Рязани в июне 2004 года в семье юристов. Мама Светлана, папа Вячеслав. Он, кстати, еще и мастер спорта по трем видам единоборств. Соответственно, с характером и силой воли в семье порядок. На каток, единственный в Рязани, к тренеру Ольге Шевцовой Сашу отвели, когда ей только исполнилось 4 года. Девочка была, сразу видно, что способности есть. Такая упертая, целеустремленная, трудолюбивая. Водил ее чаще всего папа. Я каталась, но папа за мной все время ходил, прям в ботинках, в пахивых полях. Потом его сменили мама с бабушкой, они сидели за бортом, смотрели, потому что без них мне не хотелось кататься. Сначала кататься не хотелось, потом пошло. И то, что из нее может вырасти чемпионка, вскоре стало понятно всем. В 2013 году, Александре тогда только исполнилось 9, родители решились на переезд в Москву. И основной аргумент переезда – это будущее дочери, потому что в Рязани ловить ей было нечего. Два года она откаталась в группе Александра Волкова, который уже в первом сезоне заложил ей отличную техническую базу. Все тройные и 3-3 нестабильно. 3-3 – это тулуп-тулуп или что-то более серьезное? Самое, наверное, хорошее было Литвикер-тулуп у меня, ну и стулуп иногда. Кто отвлекся, внимание, все пять тройных Трусова освоила уже в 10 лет. Это круто. Вроде бы все основания работать с тренером Волковым дальше. Но именно в этот момент Александра и ее родители принимают решение, что нужно быстрее идти вперед. И она проходит отбор в группу Этери Тутберицы. Да, хотела прийти, потому что там было много уже чемпионок, вот, и потому что очень сильный тренерский штаб, мне хотелось пробовать там. Но опять плечо завалило. Вот понимаешь, даже лучше, в принципе, было нормально. Вот с этим заваленным плечом и ты на задницу. Ну, проходи туда. Это наша съемка весны 2016 года. В группу Тутберидзе Трусова пришла накануне чемпионата мира, на котором уверенно победит Евгения Медведева. Сразу тянешься. Сразу тянешься. Сразу сюда тянешься. Комфортно было общаться. Мы с ней жили в Новогорске. Вот. И, ну, сначала, конечно, снялась к ним подойти, но потом они сами начали разговаривать. И уже просто, ну, как разговаривали, как просто, ну, не как будто она выигралась, так все. Всегда общались со всеми. Не только я с Женей общалась со всеми. Мы всегда хорошо общались. Аня, Алена, Полина Цурская была. Сначала Трусова будет просто учиться, работать, не задавая лишних вопросов. Но пройдет всего один год, и Александре станет скучно прыгать одни только тройные. И именно ее, Сашкина энергия запустит в эволюции фигурного катания новый виток. Саша, чем была инициатива прыгнуть еще больше? Моя. Ну, то есть это вы попросили тренеров, чтобы вас стали учить четвертым? Да, Этери Георгиевны, конечно, я сказала, потому что, ну, она главный тренер, я ей сказала. Какая была ее реакция? Ну, сначала нет, потом посмотрим, потом давай попробуем тройный аксель. Но он у меня не получался какое-то время. И мы решили попробовать сначала четверной, потом тройный аксель. Я смотрю детей, например, ну, давай попробуем четверной. У них есть страх. Или попробуем три с половиной, есть страх. У нее нет страха, она не боится. То есть она не боится шлепнуться, она не боится упасть. Она как бультерьер идет на атаку. Это качество потрясающее. Но что же все-таки подтолкнуло Александру Трусову к уходу из чемпионской группы Этери Тутберидзе? Сама спортсменка говорит, что решение зрело, и что оно пришло не за один день. Ее карьера шла по нарастающей. Медали, рекорды, все было идеально до нынешнего сезона. По ходу которого Трусова проиграла все три турнира с участием сильнейших спортсменок мира. По факту, сильнейших спортсменок группы Этери Тутберидзе. Алена Косторная и Анна Щербакова меняли друг друга на верхней ступени пьедестала. Александра Трусова всегда оставалась только третьей. И каждую произвольную программу она падала. У меня не столько третье место, сколько я ни разу не сделала свою программу. Вот это обидно и я расстраивалась. При этом во второй половине сезона между спортсменкой и тренерами постоянно возникала дискуссия. Включать ли в программу тройной аксель и самое главное, сколько заявлять четверных. На финале я настояла, чтобы было и аксель, и пять четверных. И все получилось. И после этого на отборочные соревнования мне убрали один четверной и аксель в короткой. Я сначала была против, но в день уже соревнований согласилась, потому что это как бы отборочные. И я решила, что надо отобраться, а дальше опять вставлять. Ну, на чемпионате Европы опять настояли тренеры, чтобы я откатала чисто с тремя, но все равно нет. Здесь внимание, смотрим на ситуацию со стороны. Спортсмен хочет прыгать больше. Тренер не уверен, что спортсмен справится и сокращает количество сверхсложных элементов. Вроде бы все логично, но есть один нюанс. Может быть, все дело в том, что в отношении Трусовой, которая уже перевернула представление о женском фигурном катании, это очевидное правило просто не работает. Да, я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше. Ну, в том году это было, в прошлом это было три самое большое, в этом году пять. Такие спортсмены рождаются не каждый день. Спортсмены, которые задают планку, планку фигурном катании – это многооборотные прыжки. Трусова, она как раз была рождена, чтобы в фигурном катании задрать эту планку в женском идиночном катании так высоко, как, наверное, далеко не каждый мужчина может допрыгнуть. Саша, ну вот в сухом остатке какой основной мотив, который привел вас к решению, к тому, что нужно поменять что-то в жизни, что нужно менять тренера, менять систему подготовки? Было многое. Вот этот, потом... Во-первых, почему-то я... Ну, я же почему-то не могу откатать чисто. Поэтому мы решили, что надо попробовать еще где-то, попробовать вот у Евгения Викторовича, потому что он сам катался четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы вот чисто катать. Именно каждый раз. Стабильно. Да, факт, в этом плане Плющенко был абсолютный монстр. На четырех олимпиадах – восемь прокатов. У него было только одно падение на прыжковых элементах – в короткой программе Salt Lake City. А дальше – Турин, Ванкувер, Сочи. Шесть безошибочных прокатов. Саша, финальное слово в выборе тренера было за вами или за родителями? Ну, всегда за мной. Я уже достаточно взрослая, чтобы сама принимать. Ну, обсуждали вместе с ними. Ну, раз, два, три, три, пять, шесть, шесть, восемь, шесть, 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 шесть. Она очень сильная. Она реально сильная. Она делает работу. Мы позанимались общей физической подготовкой сейчас на сборах. Она такой, бронепоезд. Марш! Да, она иногда психует, сама на себя не получается, я должна сделать. Но почему я должна сделать именно сегодня? У нас характеры где-то даже схожи именно по тренировочному процессу, по фигурному катанию. Сравним два каскада. 4 плюс 3. Евгения Плющенко на Олимпиаде в Сочи и Александра Трусовой в декабрьском финале Гран-при. Рассматриваем, конечно, четверной. Исполнение чуть отличается. Плющенко и Трусова начинают закручиваться одновременно, но первый оборот. Смотрите на положение корпуса. Евгений делает на 0,03 доли секунды быстрее. Запомните эти цифры, к ним мы еще вернемся. Чуть впереди Плющенко и после исполнения второго и третьего оборотов. Скорость вращения в этот момент сумасшедшая. Больше 6 оборотов в секунду. На последнем обороте Трусова максимальную скорость сохраняет, а Плющенко чуть замедляется. В итоге приземлятся фигуристы одновременно. 4 оборота 0,729 доли секунды. Еще важные цифры. Так называемый коэффициент группировки. Отношение средней скорости к максимальной. Показатель класса фигуриста 0,905. У обоих высочайший результат. Это только несколько из имеющих важнейшее значение 16 параметров исполнения многооборотных прыжков. Еще там есть ускорение толчка, длительность толчка, коэффициент амортизации приземления и так далее. Сегодня фигурное катание, если, конечно, ты хочешь быть в топе, это наука. Это простая математика. Как ни странно, банальная математика. И та биомеханика, которая доступна каждому, каждому тренеру, каждому спортсмену, даже большинству родителей, которые хорошо справляются с цифрами. А вот чтобы это все сложить в одном человеке, это уникально. У Саши Трусовой все сложилось. Первый в мире два четверных в одной программе с Альхов и Тулук. Первый в мире четверной лутс. Первый в истории четверной флип. Все это мировые рекорды женского фигурного катания. Саша, о новых рекордах каких-то вы сейчас думаете? Или задача просто стабилизировать то, что у вас уже есть, было? Ну, сначала хочу стабильно катать то, что есть, ну, потом, конечно, пять бутылок. Хочу катать стабильно. Это, как вы слышали, и есть ее основной мотив. Разберем нюансы, незаметные со стороны. Техника у Саши совершенно не мишинская. Она широкая, она больше силовая. Поэтому хочется сделать все прыжки именно техничные. Именно по технике. Чтобы вообще спортсмен не думал, как бы силой прыгнуть. А именно быстро вкрутиться, не искать толчок, не искать удобства толчка, не искать удобства вообще прыжка, да. А именно вообще не думая, заходить и работать только по технике. У нее прыжки есть в затяг. А потом подтягиваются руки. И вот здесь-то как раз актуально наше сопоставление. Плющенко, который выше трусовой на целую голову и в два с лишним раза тяжелее, входит в первый оборот намного быстрее. И не за счет силы, а именно за счет техники. Без всяких задержек сразу поворачиваться и сразу накручиваться и плотно держать группировку. А Алексей Николаевич Мишина, папа, пришел однажды на тренировку к нам. Подзывает и говорит, Лущенко, а Лущенко, ты очень медленно группируешься, ты очень медленно крутишься. Группировка должна быть молниеносной. Это у меня запомнилось и отложилось на всю... Команда Этери Тутберидзе болезненно приняла известие о том, что трусово уходит. И чувства большого тренера, безусловно, понятны. Это очень непросто переживать ситуацию, когда от тебя уходит ученик, которого ты сделал звездой. Общественное мнение в такой ситуации всегда на стороне тренера. Это тоже объяснимо. Мол, что этот неблагодарный себе позволяет? Безусловно, все это так. Но есть один момент. Люди, далекие от профессионального спорта, просто не задумываются о том, что у тренера, если что-то не получится с одним учеником, всегда есть шанс, что будет успех с другим. Это правда жизни, реальность. А у спортсмена жизни карьера одна. И у него возможности что-то исправить, изменить не будет. Вот тебе и вся история. Слушайте, а скажите, как ваше отношение к Этере Георгиевне изменилось? Вот как к тренеру, как к человеку? Насколько я понимаю, уважение у вас в душе осталось полное? Да, конечно. У меня ничего не поменялось. Я просто решаю, что надо пробовать разное. Егор, смотри! Кварту, на которой мы сидели, мы смотрим. Смотри, и у меня получается! Оставим ненадолго фигурное катание. Жизнь нашей героини за пределами льда особым разнообразием не отличается, что, собственно, абсолютная норма для профессионального спортсмена, даже юного. С третьего класса Александра на домашнем обучении учится дистанционно. Саша, про вас говорят, что вы любите детективы читать. А какие в основном? Современные? Нет, я люблю Агату Кристи, детективы читаю там. Разные. Не только. Ну, фэнтези люблю и детективы. И сейчас книжку Мишина читаю. Мишина Алексея Николаевича? Да. Компьютерными играми суперзвезда мирового фигурного катания особо не интересуется. Ведет свои странички в соцсетях. Но в отличие от большинства конкуренток, в интернете она не живет. Слушай, а вы все внимательно читаете, что там про вас в интернете пишут? Нет, я в интернете ничего не читаю практически. Это ваше личное решение или просто совет родителей? И мое, и совет родителей. Много и хорошего, и плохого. И то, и то не очень хорошо читать. Александра старшая в многодетной семье. У нее два младших брата. Когда родителей нет, они меня слушаются и делают то, что я говорю. А когда, конечно, родители, они хулиганы. Теперь сделаем планку. Спускаемся на локти. Весной, во время вынужденной изоляции, братья помогали сестренке поддерживать форму. Я с братьями и мультики смотрю, и мы на крыселях катаемся. Ну, как бы, разное я делаю. И вместо игрушек у меня теперь очень много собак. Главное, на ручки! Сашины собаки, которыми она так гордится, ею честно заработаны. Все просто. Саша просила собаку, родители ставили перед ней задачу. Сказано – сделано. Тина за двойной аксель была, чехо-хоа, а Лана за тройной. Будет. В каждом городе, куда Труцева приезжает на сборы или соревнования, обязательно идет в магазин для собак. В этом вопросе она эксперт. Толк знает. Одежду собаки, платья, сумки для собаки, шлейки, поводочки, ошейнички, тапочки, носочки. Все. Ну, собаки одеты лучше, чем вы, да? У меня много одежды, но я хожу в спортивных костюмах чаще. А на собаках оторваются они во всем у меня. В платьях всяких разных. Каждый день новые. О, Саша, а в каком городе мира лучший собачий магазин? В Канах. Ну, там столько всего было. Это, не знаю. Она очень любит собак. Я тоже люблю собак. То есть мы здесь тоже сошлись. Вот и все. Июль 2020 года. Кисловодск. Понятно, что вокруг выбора Труцевой очень много разговоров. Основной аргумент противников – у Плющенко нет успешного опыта работы с суперзвездой. Мне все говорят, ну вот ты взял спортсмена, или спортсмен к тебе перешел, и сейчас будет все просто. Такого не бывает. Мы очень много работаем над скольжением, над катанием, над артистичностью, в общем-то, чего не хватало. И все это знают, и все, и спортсмены это понимают. Сашка, она действительно работяга, она труженица. Она хочет сделать пять четверных прыжков. У нее есть задача, у нее есть цель. Обязательно три с половиной оборота аксель. И, конечно, новые образы. Дай бог, все получится в новом сезоне. Соревнования будут. Я думаю, что мы в правильном ключе идем. Как все сложится, покажет время. Александра Трусова сделала свой выбор и идет вперед с абсолютно искренней благодарностью в душе ко всем своим предыдущим тренерам, но не оглядываясь назад. Она идет только вперед. НЕКТО СКИНИКОВАЛЬНЫЙ ПРОССА АРИКАНА ПОДОБАЛЬНЫЙ ПРОССА